Прошел год и вот мы снова вместе на 19-м открытом фестивале телекомпаний «Братино». Кажется, никто никуда и не уезжал. Они встречают друг друга как родные. За столько лет «Братинцы» и правда стали одной семьей. Здесь собираются единомышленники, люди, которые любят свою профессию. Торжественное открытие началось с построения всех телекомпаний, приехавших на фестиваль. География конкурса растет с каждым годом. От Сербии до Арабских Эмиратов через муниципалитеты Подмосковья и регионы России. Всего 21 флаг. Слова приветствия и вот участники встречают победителей гран-при прошлого года. Им выпадает честь поднять флаг «Братины» и фестиваль объявляется открытым. Итак, управление на флаг. Флаг «Братины» поднять! В этом году открытие в фестивале впечатлило даже старожилов конкурса. Стройными рядами промаршировали барабанщицы, девушки в русских национальных костюмах вынесли те самые заветные чаши «Братины», а в небе показался необычный салют. Водушевленные и ярким открытием участники проследовали в актовый зал. Пока они не знают, что каждому из них дадут эти 4 дня пребывания на «Братине». Конечно, все жаждут победы, но стоит расслабиться и наслаждаться компанией добрых друзей. Первым на сцену вышел руководитель управления информационной политики Московской области Рубен Аганесов. Отдельное спасибо оргкомитету «Братины», что вот в такое экономически тревожное время все-таки они собрались, изыскали, помучили меня и не только меня. И вот сегодня мы собрались на замечательный праздник. Несмотря на то, что «Братины» – это прежде всего конкурс, где есть победители, здесь не чувствуется атмосфера соперничества, «Братины» – это действительно праздник, торжество телевизионного профессионализма, преданности фестивалю и истинной дружбы. И вот он, можно сказать, виновник торжества, человек, которому 19 лет назад удалось сплотить единомышленников вместе, коренной житель Сергеева Посада, заслугам которого можно посвятить отдельный фильм, президент открытого фестиваля телекомпании Московской области «Братино». Дорогие друзья, если бы вы знали, как я безмерно счастлив вас видеть всех здесь вместе. Эти три дня будет очень плотный график, поэтому не опаздывайте, не просыпайте, не засыпайте, будьте счастливы, радуйтесь встрече и нашему празднику! Торжественное открытие 19-го открытого фестиваля телекомпании Подмосковья «Братино» завершилось. Наполненный позитивом и отличным настроением, участники теперь готовятся к труду и обороне своих телеканалов. «Братинцам» предстояло пережить непростое время. Конкуренция высокая, ведь сотрудники каждого телеканала мечтали уехать домой не только с приятными воспоминаниями, но и с чашей победителей «Братины». Второй фестивальный день начался ранним утром. Автобус с участниками самого престижного конкурса репортажа «С колес» выехал из пансионата в 8.00. У журналистов было ограниченное количество времени, чтобы снять, отсмотреть, написать текст, озвучить и смонтировать не просто хороший сюжет, а сюжет-победитель. С темой корреспонденты могли определиться заранее, но зачастую идеи приходили на месте, как, например, у съемочной группы «Видное ТВ». Случайно мы оказались в доме, где уже 8 лет нет горячей воды. Вот там у меня и ведра стоят. Я кипячу, конечно, кипячу. По прибытию обратно в пансионат, не успев отдохнуть после тяжелого дня, братинцы прильнули к экрану. Местный телеканал «Тонус» вышел в прямой эфир, чтобы показать телезрителям ту работу, которую проделали журналисты. Голосовать, между прочим, предстояло самим зрителям. Несколько часов ожидания, трясущихся колен, волнения, и вот ведущая готова объявить результаты. Я объявляю победителя. Это город, видное, видное ТВ. Ни лака, ни краски, ни модели. Ура! Слышу клики. Очень радушные все. Вы видели бы, как они нас встречали? Водили по домам, открывали квартиры. Заходите, пожалуйста, снимайте. Куда там, чего даже не спрашивали. Просто очень добрые сергиевы пассации. Люди отзывчивые. Я желаю вам, чтобы вы не жили в таких условиях, чтобы вам дали горячую воду в эту достойную. С отрывом более чем в 30 голосов, видное ТВ стал победителем. Братину за репортаж с колес можно считать самым главным подарком к 20-летию студии, которое телекомпания отметит уже в ближайшие дни. Но расслабляться нельзя. Впереди еще конкурс ведущих. Вы в эфире. Надо всегда не забывать, что по ту сторону экрана человек у себя дома. И мы должны войти к нему в дом, стать членом семьи. И вот как только этот барьер, этот шаг переступаем, как мы, актеры говорим, переступили рампу и перелетели в зрительный зал, или перешагнули камеру и телевизионный экран и вошли в дом, тогда мы можем называться телеведущими. Многим конкурс телеведущих может показаться простым, но на самом деле это серьезный труд. Помимо того, что всегда надо прекрасно выглядеть, дикция человека в кадре должна быть идеальной. Поведение сдержанное интеллигентным, а интеллект разносторонним. В этом смогли убедиться те шесть участников конкурса вы в эфире. Пройдя незаурядные испытания, определились победители. Второе место распределили между собой Видное и Воскресенск. Победителем стали мытищи. Победить хотелось, потому что я в прошлом году участвовала, но была не подготовлена. Меня в последний момент выбросили, и у меня была такая для себя завершить начатое действие, так скажем. Поэтому я очень довольна, конечно, очень рада. У меня есть желание еще раз приехать на Братину. У меня целый год впереди, я подготовлюсь, я работаю над ошибками, и приму участие, и я думаю, меня ждет победа. И вот он конец. Вся жизнь Братина 2015 года как на ладони. Увидеть ее за считанные минуты нам помогли сотрудники телеканала «Тонус». Ведущие приветствовали почетных гостей, которые выходили на сцену, чтобы объявлять победителей. Чаша за чашей расходится по стране. И снова объявляют Видное ТВ. Диплом третьей степени в номинации «Моя Россия» достается Татьяне Брыловой за фильм «А значит, будем жить». Братина – это уже то, чего ждешь каждый год. Месяца за два начинаешь думать о ней беспрерывно. И, в общем-то, отдыхаешь здесь, видишься с друзьями, видишься с теми, кто тебе уже стал близок. Не остался без внимания наш коллега и земляк Иосиф Гринберг. Генеральный директор, он же главный редактор телеканала «Развилка ТВ». Его работу признали лучшей в номинации «Милосердие». Это первая Братина. Но у меня еще есть маленькие Братины. Раз, два, два. И еще есть тоже большая деревянная за вклад в телевидение. Тоже от Братины. Братину удостоился и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Специально для руководителя региона чаша была отлита из бронзы. Работа скульптора Сергея Сережина. Впервые за годы проведения конкурса гран-при отправился за пределы Московской области и даже России в Сербию. И как три дня назад флаг фестиваля воспарил в небо, знаменуя начало приключений тележурналистов, так в этот вечер флаг опустился, чтобы через год вновь встретить друзей на 20-м юбилейном фестивале Братина. Юлия Погосян, Константин Бролов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. КОНЕЦЕРНИЯ 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 Продолжение следует...